Микс Ньюс. Сегодня в нашей студии с утра инфектолог, гипотолог клинической университетской больницы имени Паула Страдыня, Пауз Алдинш. Здравствуйте, доброе утро, господин Алдинович. Здравствуйте. Телефоны в нашей студии 6212-93-9, 6213-93-9. Вы можете также задавать свои вопросы, писать нам в WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Ну и, наверное, начнем мы с того, как повлияла ситуация пандемии во всем мире, поскольку она, может быть, заслонила другие проблемы. И мы знаем все, что довольно долгое время работа поликлиник была ограничена, и медицинская помощь в больницах, и также в основном консультации врачей происходили тоже там и удаленные, и по телефону. Вот как больные с гепатитом С в настоящее время себя чувствуют? То есть вот насколько эта ситуация повлияла? Ну, про Латвию могу сказать, что ситуация повлияла, так как с начала пандемии COVID, официальной пандемии поликлиники действительно прекратили нормальную работу, нормальный режим работы. И тоже прекратилось лечение С гепатита больным тем, которым должно было лечение начаться. Те, которые начали перед этим, все-все получали. Возобновилось лечение нормальным образом после окончания того, что все учреждения были закрытыми. И теперь, в настоящее время, все происходит в нормальном режиме. Даже лучше, потому что за это время кое-что изменилось, если так можно выразиться в законах, или некоторые технические дела для нас, врачей, упростились. И сейчас, на данный момент, уже фактически месяц прошел, как мы можем начать лечить пациента гораздо раньше. Пациент может выиграть несколько месяцев, потому что не надо больше ждать подтверждения от Национального центра здоровья. Сейчас, если все необходимые обследования сделаны, и пациент готов к лечению, в тот же момент можно идти в аптеку за лекарствами. А до этого нужно было получать еще дополнительное подтверждение? Да, да, да. До этого пару месяцев, как минимум, обычно больше там на бумажные дела уходило. Я знаю, что Вы также и занимаетесь ВИЧ-инфицированными, и насколько вот они являются такой, скажем, зоной риска для COVID-19, для вот этого заболевания? То есть вот это сочетание двух для них насколько опасно? Это сложный вопрос, потому что ВИЧ-инфекция, пациент с ВИЧ-инфекцией и пациент с ВИЧ-инфекцией отличаются. Это зависит от состояния здоровья, от побочных заболеваний и тому подобное. В целом нельзя сказать, что на данный момент есть какие-то доказательства, что COVID-19 очень плохо влияет на ВИЧ-инфицированных. Такого подтверждения нет. Но ясно, что если человек живёт с иммунодефицитом, то есть, например, ВИЧ-инфицированный человек не получает лекарства или получает лекарства, но может быть терапия не очень успешна, может быть ещё какие-то побочные заболевания, диабет или сердечно-сосудистые, тогда, конечно, COVID может повлиять очень плохо. И, конечно, опять же, важно, какая ситуация в стране, открыт или поликлиники, или пациент имеет ли доступ всё равно каким образом к врачу, или там по телефону, по имейлу, по каким-то другим путям. Потому что очень-очень важно во время COVID-19, чтобы ВИЧ-инфицированный пациент не прекратил лечение ВИЧ-инфекции. И рекомендации европейского общества таковы, что в эти времена пациент должен иметь некоторый резерв лекарств дома. То есть, как минимум на один месяц, чтобы, если вдруг что, если там меняются законы, там, изоляции, ну, всё равно, что, чтобы как минимум один месяц лекарства хватало. То есть, вот такая рекомендация, и это касается, это пока, ну, просто рекомендация для всех ВИЧ-инфицированных, чтобы они запаслись этими лекарствами. А насколько, вот я знаю, что инфекция гепатита С, ну, диагностирована, по таким оценкам, у 1,7% жителей Латвии. Это много или мало? Насколько, вот если мы говорим о других странах? Насчёт очень точных цифр Латвии, я не совсем уверен в этих цифрах, потому что такой реальной статистики на этот день нет. Мы пользуемся десятилетними данными, которые, может быть, не были получены путём, как это, ну, в мировой практике принято. Да, но это, конечно, цифры, которые у нас есть. В Латвии С гепатита больных или инфицированных, мы считаем, что очень много. Если сравнить с другими странами, то, ну, страны разные. Но у нас очень много, и, конечно, начало всего этого девяностые и реки наркотиков, которые повернули течение сюда или через этот регион. Сейчас это уже, ну, результат в какой-то мере, но фактически начало всего это интравенозные наркотики. Можно ли сказать, что сейчас стало больше диагностироваться гепатит С, и поэтому выявляется больше случаев, которые были до этого? То есть не то, что у нас сейчас происходит всплеск, а мы просто сейчас лучше его можем диагностировать? Я думаю, да. Диагностицировать мы его могли всё время на хорошем уровне. Но сейчас, я думаю, больше есть доступной информации врачам других специальностей, в основном семейным докторам, также специалистам, эндокринологам, гастроэнтерологам, всё равно. И специалисты, врачи знают, что это можно делать, и это просто, и не надо ждать каких-то определённых проявлений. Второе, что, на мой взгляд, очень важно, что очень много людей в стране знают, что сейчас лечение происходит довольно просто. Это не уколы, это таблетки, и курс лечения довольно короткий, и перед лечением обследований больше не пугают. Раньше там пункции биопсии печени делали, многих это отпугивало, и сейчас приходят люди, у которых С-гепатит уже выявлен довольно давно. Ну, если спросить, почему вы сегодня пришли, а не 10 лет обратно на лечение, то ответ, что вот боялся или боялась пункции, и поэтому не приходил, не приходил или не приходил. И люди этого знают, и отчасти, я думаю, это тоже создаёт ситуации, что больше появляется людей. Можно ли сказать, что в области лечения гепатита С сейчас достаточно большой прорыв в медицине, и вот как раз-таки ситуация улучшается, потому что ведь действительно раньше лечили, вот даже ещё 3-4 года назад, интерфероном, и в принципе, это, ну, многих людей вызывало очень тяжёлые побочные эффекты, и слабости, тошноту, и, в общем, было, ну, тяжело реагировали люди. Да, это верно, и мы, врачи, которые работали ещё с интерфероном, больше, я думаю, не хотим это всё вспоминать, потому что это действительно было тяжело. Сейчас то, что произошло с С-гепатитом, любые другие болезни, если так можно выразиться, могут позавидовать, потому что можно сказать, что на этой сфере всё уже сказано. Остаётся только долечить тех людей, в мире, у которых ещё остался С-гепатит. Лекарства очень-очень эффективные, эффективность порядка 99-98%. Если человек попадает в этот минимальный процент неэффективности, то мы имеем другие лекарства, другого названия, может быть, немножко другого действия, и другими лекарствами можем вылечить. Курс лечения в основном 8 недель или 12 недель, редко, когда необходимо дольше лечить. Нет, я так не могу придумать другую болезнь, всё равно инфекционную, неинфекционную, где одна или пара таблеток в день, несколько недель, и всё здорово, забыло болезни, и всё в порядке. То есть можно сказать, что здесь был сделан всё-таки в области медицины настоящий прорыв, и эта ситуация очень резко улучшилась. Но тем не менее, вот почему нельзя сразу всех вылечить? Я знаю, что эти препараты всё-таки достаточно дорогие, и у государства просто, наверное, не хватает ресурса, средств для того, чтобы сразу, единовременно всем оказать помощь. Ну, это деньги не только, проблема не только в деньгах, да. Денег в последние годы выделяется достаточно много, и это очень хорошо. И мы можем много людей лечить, но всё-таки мы должны провести какую-то диагностику, мы должны понять реальное состояние здоровья человека, мы должны подобрать более правильные лекарства для каждого конкретного человека. Пока что так не происходит, что одни лекарства всем, хотя это теоретически возможно, и в некоторых странах не Евросоюзе. В некоторых регионах так и это делается, что без обследований человек получает лекарства, но мы всё-таки… Ну, в Европе считается, что надо понять, что ты лечишь, потому что всё-таки в медицине стопроцентного эффекта никогда не бывает, и мы должны знать, как лучше лечить пациента, чтобы не навредить. Где есть такая зона, с которой необходимо считаться, это ситуация, если пациент должен принимать ещё какие-то лекарства. Потому что я говорил, что чисто побочных явлений новым лекарством редко наблюдается, переносимость обычно хорошая, но если человек из-за чего-то другого принимает другие лекарства, там уже надо очень осторожным быть, надо смотреть, можно ли эти два или три или восемь лекарств сопоставить, можно ли одновременно принимать, может быть, необходимо что-то делать, что-то снять, что-то дозы повысить, уменьшить. Ну, это есть ситуации. Ну и, конечно, мы должны знать, чем это всё заканчивается. Мы знаем, что эффективность высокая, но всё-таки принято и это контролировать, да, и в конце концов объявить пациенту, что пациент вылечен. Вылечивание гепатита С, как инфекционного заболевания, не всегда значит, что вылечен пациент. Если пациент начал лечение в начальных стадиях С гепатита, тогда обычно так есть. Вылечился и здоров. Если мы лечим пациента, у которого уже цирроз печени, или состояние близкое к циррозу, мы вылечиваем инфекции. Мы, если так просто сказать, убираем или вылечиваем вирусы. Но мы не вылечиваем обычно рубцов печени. Мы не можем противовирусными лекарствами переделать архитектуру печени. И поэтому очень важно, чтобы эти пациенты знали, что после успешного противовирусного лечения, всё равно ещё долгие годы, возможно, необходимо будет регулярно проверять состояние здоровья, регулярно консультироваться с врачами, чтобы убедиться, что процессы цирроза или ракообразования не происходят. Я напоминаю нашим слушателям, что в нашей студии инфектолог, гепатолог клинической университетской больницы имени Паула Страденя, Паулс Алденч. Мы принимаем и ваши звонки 6212-939-6213-939, и можно писать нам в WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Я думаю, что для многих наших слушателей может быть очень важный момент, наверное, в том, что лечение, государство помогает в лечении, и во многом эти дорогостоящие современные лекарства, они бесплатные, потому что может случиться так, что человек, узнав о том, что у него гепатит С, бежит в частное какое-то медицинское учреждение, приобретает дорогостоящие аппараты за собственный счет и сдаёт там анализы, и наблюдается у врачей там за достаточно большие деньги, не зная, что государство, в принципе, компенсирует эти расходы, и у него есть возможность за государственный счет получить качественное лечение. Да. Ну, конечно, это государственное лечение происходит в четырёх больницах в Риге. Это, ну, я в Страдейн больнице работаю, в Галлизерс больнице, в инфекционной больнице и в детской больнице, но это для детей. И ещё на данный момент такое же лечение можно получить в Долгопилсе, в Долгопилской больнице и в Лепайской больнице. То же самое, что, ну, для многих пациентов, конечно, намного доступнее, чтобы там не тратить время, деньги на поездку в Ригу. В частных клиниках государственное лечение не происходит. Конечно, никому нельзя запретить, если кто хочет за собственные деньги делать обследование. По проискуранту всё можно сделать, не проблема. Но государственное лечение будет в мною названных больницах или поликлиниках при этих больницах. Вернее, так, наверное. Ну и обследование тоже в этих местах, где лечат, там и обследуют. Конечно, можно обследование делать. Многие обследования, конечно, может семейный доктор сделать. И у семейных докторов есть информация, план. Они знают, какие обследования уже желательно пациенту сделать перед тем, как он направляется к специалисту. Но если этого из-за чего-то невозможно, обследование можно и провести в других местах. Ну, то есть, в принципе, как уже по нашей сложившейся практике, нужно обращаться к своему семейному врачу. И, в принципе, если есть у человека подозрение, что у него есть гепатит С, семейный врач его просто обязан отправить на обследование. То есть, ну, что такого не может быть, что врач откажет им, ну, семейный врач. Нет, нет, нет. А какие, может быть, симптомы у человека могут быть, чтобы он должен был забеспокоиться и провериться, на всякий случай, нет ли у него всё-таки гепатита С? Как он передаётся вообще? Ну, вот гепатит С в каких случаях? Гепатит С в основном передаётся кровью. Половым путём передача возможна, но риск крайне низкий. И также, так называемый, вертикальный путь передачи. Беременная женщина во время родов, например, может инфицировать новорождённого. Тоже риск очень-очень низкий. Очень низкий. В основном мы говорим о болезни, которая передаётся кровью. Симптомов нет. В печени нет нервов. Печень – орган безболезненный. Что значит, что воспаление печени не проявляется болью. Конечно, усталость, вялость, сонливость, затруднений сосредоточиться иногда могут быть. Могут быть. Что ещё может быть? С-гепатит иногда имеет внепечёночные проявления. То есть, как бы печёночная болезнь вызывает болезни в других органах. Может быть, кожаные заболевания. Может быть, диабет, сахарный диабет второго типа. Может быть, лимфома. Может быть, поражение почек. Некоторые виды гломерулонефрита могут быть вызваны С-гепатитом. Воскулиты – ещё некоторые заболевания, которые не имеют прямого отношения к печени. И если такое происходит, то у пациента жалобы со стороны других органов или других органов систем. Но вы вот сказали о том, что опасность передачи через кровь. И таким образом получается, что человек может заразиться гепатитом С, делая себе татуировку или в каких-то нестерильных условиях, или при оказании маникюрно-педикюрных услуг, в косметических салонах. То есть, это вот тоже такие вот могут быть зоны риска условно. Да, конечно. Всё равно, медицинская или немедицинская какая-то ситуация, если где-то манипуляции, где есть кровь, тогда риск всегда присутствует. Да, это верно. В том числе даже и в стоматологических учреждениях. В стоматологических, гинекологических, эндоскопических, хирургических, во всех. Я не могу назвать стоматологов виновниками. Нет таких данных в Латвии, это я уверенно могу сказать, что нет доказательств, что в стоматологии многие инфицируются. Но это возможно. Если что-то, если происходят какие-то ошибки в работе, если медицинский работник, не всегда это врач, может быть, и медсестра, или помощник медсестры, если что-то не происходит, кто-то не надел перчатки, кто-то не поменял перчатки, какая-то человеческая ошибка, может быть, произошла. Но теоретически это возможно. Так же, как уже вы сказали, маникюр, педикюр, какие-то другие там манипуляции, не происходящие в медицинском учреждении. Там кто-то приобретает красоту, может быть, или неофициальное лечение получают, нелегальное, можно сказать. Ну, всё это с риском, конечно. Может ли быть так, что, например, где-то во время каких-то мероприятий развлекательных предлагают делать статуировки людям, и опять-таки это в каких-то нестерильных условиях? Да, да, таких мы лечим. Да. То есть это тоже зона риска. У нас вот спрашивает Виталий, какая статистика заболевания в Латвии. Мы говорили о том, что вот 1,7% вроде бы это такие официальные были данные. Но это опять-таки вот… Около… Последняя информация, что около 38 тысяч, возможно, должно быть С-гепатита положительных людей. Но это предположение, это не абсолютно точные цифры. Опять-таки есть, по-моему, данные по поводу того, какая была… Ну, скольким людям была оказана помощь вот в лечении новым препаратом. И если вот я не ошибаюсь, это 1335 человек, и примерно столько же вот в 17-м и 18-м годах, которые получили лечение… Больше. Вот именно, но это больше, да, Вы говорите? Больше. Я думаю, в прошлом году 2,800. Больше, больше. Потому что лет… Может быть, 3 года, 4 года обратно многие пациенты покупали лекарства из Индии, из других стран, которые производили и производят сейчас. И, ну, как бы сами оплачивали свое лечение. И это тоже не единичные, это сотни людей. Да, так что, в принципе, за последние, не знаю, лет 5 лечений новыми и современными лекарствами получали очень многие. Кстати, вот про индийские лекарства, что Вы можете сказать, насколько это, ну, качественные лекарства, нет ли у них каких-то побочных эффектов, и насколько это дорого и вот для людей доступно? И нужно ли это? Начну с конца. Думаю, что сейчас не нужно. Потому что все равно это будут какие-то деньги, но государство лечит бесплатно и лечит всех. Всех лечит. Независимо от стадии, от того, как долго диагноз или как. Всех лечит. Индийские, ну, не только индийские были, и гонконгские, я видел, наверное, бангладешские, египетские, но египетские, наверное, это индийские. И еще в каких-то странах, в большинстве случаев это легальное производство, то есть заводы получили лицензии на производство лекарств и лекарства, ну, эффективность лекарств, как у оригинальных лекарств. Конечно, на рынке, в мировом рынке можно найти разные субстанции, и, конечно, возможно, что существуют и абсолютно нелегальные препараты, которые не имеют эффективности, как должно это быть. Но, по моему опыту, тех людей, которых я знаю, которые в этих годах покупали лекарства, почти все вылечились. Ну, то есть, вот, если так суммировать, получается, что самому искать в интернете лекарства и пытаться, ну, вот, оплачивать их, лечиться самому, гораздо более рискованно и более дорого, чем пойти официальным путем. Учитывая, что государство оплачивает это лечение, вы, во-первых, рискуете, ну, заплатить свои кровные деньги гораздо большую сумму, а во-вторых, это ничего не гарантирует, есть какой-то риск, что вы можете купить лекарства, пустышку, плацебо или, ну, лекарства с побочными какими-то, то есть, ну, вот, как к тому, что… Ну, это интернет-магазин, ну, если мы заходим в обычный магазин, мы берем товар, кладем себе в сумку и мы его видим, а здесь все-таки какой-то риск мы платим кому-то и ожидаем, что, может быть, кто-то нам вышлет что-то, ну, 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 так. Ну, ну, сейчас это, я считаю, что для проживающих в Латвии это неактуально, потому что всем имеется доступ к хорошему лечению, консультациям, потому что лекарство – это одна часть. Я уже рассказывал, что необходимо обследование, потом необходимо понять, что случилось, чем это закончилось и тому подобное, да, и сами лекарства – это только одна часть всего. Во время лечения я слышал, что противопоказания – это прием алкоголя, вот какие-то еще есть ограничения для человека? Да, алкоголь, лечение – да, но если у кого-то есть С-гепатит, это абсолютно исключает алкоголь. При С-гепатите нельзя алкоголь принимать нисколько, никакого названия и вообще нельзя, потому что С-гепатит и алкоголь вместе вдвойне больше портит печень. Другие болезни так не поступают. Если у кого-то С-гепатит, забудьте про алкоголь, это невозможно, невозможно. А алкогольный гепатит возможен очень-очень часто, очень часто, и печень портится вдвойне. Алкоголь не имеет отношений к этому, никак нельзя, нельзя. А еще такая вот тема, все-таки вот мы говорим о группах риска, заключенные тюрем, вот говорят о том, что тоже они в группе риска подвержены заражению гепатита С, вот насколько здесь есть ли какая-то статистика, обследуются ли они, могут ли они получать эту помощь, находясь, ну скажем, в местах лишения свободы? Да, в последних годах это лучше возможно, чем раньше. В некоторых, вот в латвийских тюрмах С-гепатит лечат. Лечат столько, сколько, очевидно, есть потенциал к этому. Я имею в виду обследования, врачи и все остальное. И там, конечно, хотелось бы, чтобы медицинских ставок было больше, чтобы больше можно было лечить. Заключенные – самая, ну скажем так, высокая группа риска, потому что в местах заключений очень много людей, которые пробовали наркотики. И место заключений очень, если так можно выразиться, удобное место для лечения, потому что 8-12 недель и человек вылечен. И никак нельзя считать, что это что-то хорошее, что, ну если человек осужден, что мы еще дарим чего-то. А наоборот, мы должны все понимать, что люди, которые, может быть, имеют отношение к наркотикам, создают эту почву, откуда С-гепатит вылезает и откуда все люди, проживающие здесь, могут С-гепатитом заразиться. И в инфектологии крайне важно лечить группы риска, лечить тех, которые могут заразить других. И поэтому в других европейских странах это уже давно происходит с С-гепатитом, с ВИЧ-инфекцией. Если человек оказывается в заключении, его проверяют и по возможности лечат и вылечивают, если у С-гепатита. И он выходит из заключения, и он без С-гепатита, если он вдруг все-таки не совсем готов изменить свой образ жизни, он не делает риск для других. И, конечно, он сам не попадает в больницу из-за компликации этой болезни. То есть, то, что настроено иногда бывает общество против такого рода людей, говорят, они сами виноваты, зачем мы должны лечить их за счет государства, пусть сами лечатся за свой личный счет, это неправильная точка зрения. Это абсолютно ошибочно, это не имеет никакого отношения к инфекционным заболеваниям. Мы должны лечить ВИЧ-инфекцией, мы должны лечить гепатит С, гепатит В, сифилис, все остальные заболевания в тюрьмах. Это интерес общества, это наш интерес, интерес общества, чтобы уменьшить риск в этих группах людей. Еще одна, наверное, тема, которая, я знаю, что вам тоже близка, это отношение государства к семье, вот, как бы, такой непонятный статус, вот, кто считается супругами, потому что мы живем уже не в патриархальном обществе, и часто бывает, что люди, во-первых, ну, просто не регистрируют отношения, а живут вместе, как сейчас принято говорить, в гражданском браке. Есть случаи однополых пар, которые, ну, вот, не имеют возможности зарегистрировать свои отношения, и очень часто бывает, что, особенно вот сейчас, во время пандемии, что, например, ну, присутствие родственников ограничено в больнице, очень сложно, даже вот, если человек умирает, допускают попрощаться к нему только самых ближайших родственников, но, опять-таки, родственников по официальной линии, и это же связано и с донорством органов, то есть, очень часто бывает, что прямые родственники, они могут быть гораздо более далекими людьми, чем партнер человека, у которого просто нет этой бумажки. Вот как Вы относитесь, я знаю, что есть инициатива на Манабал СЛВ, достаточно активно, вот, по поводу закона о супругах, чтобы был принят. Какая Ваша точка зрения? Так есть, как Вы говорили, что очень необходимо, очень желательно, чтобы были приняты, законы, которые как-то к какому-то порядку всё это могли бы привести, потому что действительно есть ситуации, когда на данном моменте закон не позволяет регистрировать отношения, есть ситуации, когда, может быть, что-то до конца сами люди не сделали, но в определённых медицинских ситуациях это может повлиять очень нехорошо. Может быть, про пандемию это не совсем верно, потому что хочу напомнить, что во время пандемии сейчас тоже, в принципе, посетителей больницы невозможно пустить, не должно. Я знаю, что есть, что есть, где позволяют, ну, как Вы говорили, попрощаться с умирающим родственником. С моей, ну, со стороны инфектологии я считаю, что это нехорошо, потому что во время пандемии риск, что может произойти что-то нехорошее с COVID-19 вирусом в больнице, слишком высокий риск. Но это, может быть, моё мнение, и может быть так. Но, по-любому, вне COVID-19 ситуации то же самое, что человек лечится в интенсивной терапии, в реанимационном отделении, тяжёлое состояние здоровья, и, может быть, контакта с больным нет. И тогда, конечно, по закону самые близкие родственники принимают решения, многие решения, многие решения. И если человек, с кем больной прожил вместе последних 20 лет в нерегистрированных отношениях, то, конечно, его мнение, возможно, никто не будет брать всерьёз. Может быть, окажется какой-то родственник, которого 20 лет пациент не видел, не контактировал. Может быть, родственник в другой стране живёт. Но он родственник, и он может много что изменить в судьбе пациента. Ну вот как разобраться в этом? Потому что мы даже сейчас наблюдаем, ну, например, такая ситуация, которая была на слуху, когда российский актёр Михаил Ефремов врезался в автомобиль, там погиб человек. И вот сейчас вдруг выясняется, что этого человека было как бы две семьи. То есть одна официальная жена, но на самом деле он жил с другой женщиной. И, например, вот сейчас обсуждают бурно ситуацию, что официальная жена имеет право на компенсацию по случаю смерти, а его вторая семья, которая вот, ну, я понимаю, что он её образовал уже последние годы жизни, то есть несколько лет, ну, не доходили руки, чтобы оформить развод, но он жил уже официально с другой женщиной, по-моему, там чуть ли не дети были. И эта семья остаётся вообще без всякой защиты, без всякой помощи, потому что нет документа, что они были вместе. Ну, поэтому и есть мнение, что надо принять какой-то закон, который, наверное, не слишком тяжело, не слишком сложно можно было бы принимать в нормальной ситуации, чтобы эти отношения легализировать, если так можно выразить. Но всегда, конечно, будут ситуации, когда что-то не совсем понятное. Если три жены вместе оказываются в отделении, и все они жены, тогда трудно. А такие вот ситуации бывают, да? Да, бывают, бывают. А вот как тогда поступают медицинские работники? Вот, ну, как они понимают, кого пустить, кого не пустить? Это вот, ну, по велению сердца или, ну, вот что? Ну, это каждая ситуация индивидуальная. Это зависит от многих факторов, но я не могу ответить за все ситуации, да. Я думаю, что в большинстве случаев в латвийских больницах персонал относится очень человечески. и персонал в конкретной ситуации старается принять решение более правильное, по их мнению, я так думаю. Если же были какие-то проблемы, как, ну, например, что один раз человек, медсестра или кто поступил, так как считал более правильным, но, может быть, оказалось, что в реальности это не так, и кто-то там жалобы писал, кто-то жаловался, может быть, тот человек в следующий раз потребует документ, подтверждающий родственность или подтверждающий какие-то отношения. Этого, конечно, тоже исключить нельзя, потому что никто не хочет, чтобы на него писали жалобы, чтобы, может быть, штраф наложили или что-то, да. Это, если был бы принят закон, это и очень помог медперсоналу разобраться в таких ситуациях, да. Вы затронули очень болезненный вопрос пересадки органов. Да, в том числе, да. Это очень-очень болезненный вопрос. В Латвии очень большие проблемы с донорами, потому что родственники чаще всего отказываются. Пациент сам не может уже ничего сказать иногда, и, может быть, он не делал отметки, и он нигде не подтвердил, что он хочет быть донором или нет. Но родственник, который в реальности, может быть, даже последние годы мало встречался с пациентом, берет на себя инициативу и запрещает донорство, запрещает, и результат, что мы не можем спасти многих людей, которые ожидают органа. И это критическое состояние сейчас в Латвии. Критическое состояние. То есть, в принципе, было бы правильнее каждому человеку задуматься и сделать такой выбор, хочет ли он или нет пожертвовать свои органы для донорства, если вдруг такая будет ситуация. Так было бы более правильным и ясным. Если человек сам решает, и это где-то подтверждает в письменном виде, как это можно сделать, всем всё ясно. Тогда другой человек не сможет взять инициативу на себя. Ну что же, на самом деле, вот у нас и время так очень быстро пробежало. Инфектолог, гепатолог клинической университетской больницы имени Паула Страденя, Паулс Алдинш, сегодня был в нашей студии. Спасибо вам большое за такой откровенный разговор. Ещё раз напоминаем о том, что лечение гепатита С сейчас стало гораздо более простым, эффективным и, самое главное, бесплатным. Очень важно для людей проверить на гепатит С. Совсем недавно, в конце июля, был даже день специальный. Гепатит С объявлен для того, чтобы люди задумались над этим. И ситуация в Латвии достаточно сложная, и поэтому стоит обратить на это внимание. Спасибо вам большое. Спасибо. И до встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok